И снова здравствуйте! Редакция Фогеймера одной ногой еще увязла в Геймскоме, а другой уже стучится в ваши двери. С вами свежий Фогеймер Апдейт, в котором мы расскажем о самом важном, что случилось в Кельне. А заодно и о том, чем занималась игровая индустрия в отрыве от главной игровой выставки Европы. И смотрите, не забудьте, что каждый день на нашем сайте Фогеймере появляется масса свежих материалов, видео и прочего веселья. Не стойте на пороге, проходите, располагайтесь. А теперь о Геймскоме. Напомним, что эта выставка в основном не про анонсы новых игр, а про повторения уже пройденного на Е3 и про бизнес. Здесь, с закрытыми дверями, издатели договариваются с разработчиками, квасят горькую, братаются, подписывают новые контракты, а потом на трезвую голову недоумевают. Как же так получилось? Но что-то свежее, интересное и скандальное на Геймскоме было всегда. И начнем как раз со скандала. На входе всех посетителей поджидал огромный билборд с заголовком Half-Life 3. У геймеров и журналистов бомбило по-черному. Некоторые мунии отписывались в редакции, что гейп анонсировал новую халфу. Но! Стоило прочитать мелкий текст ниже и сразу становилось понятно, что никакого Гордона Фримена на Геймскоме нет. На самом деле текст гласил Half-Life. Три редактора, которые играли в нее в момент выхода. Так прорекламировали себя два немецких игровых портала. Шпилетипс и Гигагеймс. Настоящий баварский трулинг. Кэдзима больше не с Канами. Но компания не планирует забрасывать серию Metal Gear. На Геймскоме анонсировали кооперативный экшен Metal Gear Survive. По хронологии вселенной действие новой игры происходит где-то в конце Ground Zeroes. Внезапно открылся портал в другое измерение. Туда засосало четырех оперативников, работавших на Биг Босса. Обстановка в ином мире непростая. Везде шастают зомби, похожие на помесь носорогов и щелкунов из Веласту Фас. Надо отбиваться, собирать ресурсы и вообще выживать. Разумеется, активно взаимодействуя друг с другом. Берг Рюс, наверное, одобрил бы. А вот игроки закидали анонс тухлыми яйцами. Сорок с хвостиком тысяч дизлайков на YouTube. Да, Канами, мы живем в страшном мире. Закрытых геймдизайнеров надо держаться, а не разбрасываться ими направо и налево. Metal Gear Survive заглянет на огонек где-то в 2017-м. На PC, PS4 и Xbox One. Но это если не отменят на волне хейта. А вот авторы Infinite Waffe знают, как угодить фанатам колды. Они анонсировали расширение Zombies in Spaceland. Мы отправимся в парк аттракционов, наводненный злющими зомбаками. Если ждете Zombieland 2, то не пропустите. Хотя, Вуди Харлсон и такой цветастый карнавал, наверное, не впечатлил бы. Но в целом, 80-е, 4 игрока, зомбаки, пляжущие, брейкданс, неплохо. Left 4 Dead для начинающих. Zombies in Spaceland раздают за призаказ Infinite Waffe, который зарелизится 4 ноября на стандартных PC, PS4 и Xbox One. На Gamescom анонсировали двух персонажей для файтинга Injustice 2, который выйдет в следующем году. Вроде мелочь, но персы такие, что даже нам, редакторам Фагеймера, люто захотелось поиграть. А ведь мы преданные фанаты Скорпиона, Морозилы и Рейдена. Собственно, представили Дэдшота и Харли Квинн. Гарна-дивчина использует в бою стандартный молот с битой, не брезгует огнестрелом, а главное, травит врагов панкующими гиенами. Харли, детка, мы тебя уже ждем. Отличилось на Gamescom и Tassia Studios. Ребята показали геймплей, анонсированный недавно Little Nightmas. Вроде бы ничего особенного. Платформер и платформер. Девочка в желтом дождевичке спасается от монстров. Почему мы вам про все это рассказываем? Да потому что видеоряд крепота-крепотой. Может получиться не хуже, чем Insight от Playdead. Релиз весной 2017-го на каких-то пока не названных платформах. Авторы Titanfall 2 осчастливили всех датой бета-теста. Точнее, датами. Первый заход на цель с 19 по 21 августа. Так что можете уже бежать и участвовать. Второй с 26 по 28. Напомним, что поучаствовать в бете смогут только владельцы консолей. ПК-бояре не удел. Придется ждать 28 октября. То есть релизы игры. Такая вот сотниковая из десяти. Второй важный бета-тест. Battlefield 1. И тут нас уже никто в платформах не ограничивает. На ПК тоже можно будет поиграть. И все это счастье уже 31 августа. А если стать инсайдером Battlefield и огрести на ящик ворох спама от EA, от которого, кстати, можно легко отписаться, то и на 10 дней раньше, 21-го. В бете будет карта Синайской пустыня и два режима Захват и Штурм. Если что, сама игра выйдет 21-го октября. Компания FAM51, сотворившая когда-то Некровижн, анонсировала хоррор Get Even. Точнее как, игру когда-то уже анонсировали, потом отменили и теперь вот перезапускают под новым соусом. По сюжету главный герой после потери памяти попадает в психушку и пытается разобраться с мучающими его кошмарами, а заодно выяснить, что же с ним приключилось. Короче, стандартная хоррор-белиберда. Все будет зависеть от реализации. Авторы напирают на супер-пупер технологии 3D и, как следствие, мега-реалистичную графику. Мы в ролике, правда, ничего такого не заметили. Красиво, но и только. Так что подождем релиза, а там посмотрим. Благо, осталось не так уж долго. Выход игры запланирован на весну 2017-го. Ну и совсем уж мелочь. Хотя, для кого как. В Heroes of Fistom появятся Allarak и Заря. Самец из вселенной Старкрафта. Леди из Overwatch. Все это плюс две карты в рамках внутриигрового события Машины Войны. Разумеется, за комплект придется дополнительно раскошелиться. На этом главные новости про Gamescom заканчиваются и начинаются интересности вне выставки. Помните, как Valve долго ждала, а потом, после скандала с подтасовкой результатов, цепилась таки мертвой хваткой во всякий интернет-казино, наживающийся на CSGO? И вот, CSGO Lounge, крупнейший портал подобного рода, упал на лопатки и засучил лапками. Цитируем. «Начиная с сегодняшнего дня, вы больше не сможете использовать для ставок на нашем сайте образы для оружия из CSGO». Правда, это не значит, что владельцы казино сворачивают бизнес. Снова цитируем. «Скоро мы запустим новую платформу, которая также будет связана с киберспортом. Ждите новостей». Bethesda приостановила разработку онлайн-экшена Battle Cry. Причина — недостаточный интерес со стороны игроков. Жаль, персонажи там были весьма колоритные. Впрочем, разработчиков не разогнали, а перекинули на другие проекты, так что, возможно, когда-нибудь Battle Cry еще вернется. На этом все. Следующий Fogamer Update напрыгнет на вас ровно через неделю. Подписывайтесь на канал и ставьте залихватский лайк, если понравилось. Хороших вам выходных и отличных игр. До скорого!